расскажи в каком стиле ты ведешь свой блог о чем снимаешь свои stories выкладываешь посты если честно это все про мою жизнь я даже не знаю как так получилось но люди сами подписываются и я долго думала о чем вести свой блог потому что у нас почти каждый второй блогер все снимают все что-то делают и я очень долго думала к чему прийти что вести и решила когда было в крыму что люди нравится смотреть просто лайф просто о том как я живу а давно ли ты стала активно вести свой инстаграм нет примерно год назад но у меня на самом деле была старая страничка где было 6 половиной тысяч человек меня активно взломали и удалили это все благодаря стихотворению я рассказывала на пусту гаи а расскажи пожалуйста об этом поподробнее о чем правда стихотворение на посту гаи ой это вообще забавная история мы с девочками собрались в казань все там погуляли отдохнули и едем обратно чтобы понимали у девочки затонированная красная шкода вот в общем ехали обратно и нас останавливают сотрудники полиции и в общем пока нас оформляли мне было мега скучно и такая постоянно на активе на позитиве и спрашиваю сотрудников можно его стишочек прочитаю но они такие без настроения что-то пишут оформляют такие виды бай ну и все мое любимое стихотворение это есенин письмо к женщине а далее просто было импровизация я рассказывая стих добавила все то что происходило на самом деле так и получилось стихотворение которое меня вывело во все рекомендации скажи пожалуйста какие видео ты запишешься выжить тик тока а хотел бы ты стать популярным тик токершей ну наверное популярным тик токершей нет потому что у нас много тик токеров на самом деле тик ток для меня это повод для того чтобы меня кто-то заметил из режиссеров возможно приглашали чтобы на какие-нибудь там сериальчики заснять у меня есть такая мечта стать не стать а засняться в каком-нибудь реале в фильме вот расскажи про свое увлечение мотоциклами вообще всей байкерской темой это просто этим летом случайно произошло то есть мы там познакомились с чувачком вообще ему спасибо за это потому что я безумно обожаю драйв эмоции особенно вот когда на заднем колесе мы просто разъезжаем это для меня что-то с чем-то я сижу как ненормально улыбаюсь потому что я понимаю что это не нормально просто сидеть и улыбаться когда на бешеной скорости мы едем на заднем колесе то есть на самом деле себе было в чебоксарах больше участия не в крыму то было бы еще больше прикольных видео кстати видели видео вот это очень крутое видео я продавлюсь да и фотосессия и видео вообще всем благодарна кто участвовал потому что это время наше время время это очень ценный ресурс каких съемках ты участвуешь с качестве модели какие съемки были для тебя сами масштабными возможно такие были какие-нибудь вот самое масштабное что было это вот видео которое мы с нашей командой сделали мы его грубо говоря создали я очень трепетно к этому относилась очень ждала этого момента потому что я понимал что это будет просто разрыв то есть там такие сложные элементы были стать ласточку на скорости танцевать также на скорости это очень опасно но так драйвово а так прям таких съемок не было в основном фотосессии которые либо я сама хочу в каком-то стиле сделать либо если фотографы обычно приглашают что-то свои идеи какие-то воплотить чем ты любишь заниматься свободное время есть ли тебя какие-нибудь хобби увлечения в свободное время я засоряю инстаграм какие увлечения в свободное время я обычно снимаю тик токи слушаю музыку гуляю наслаждаюсь жизнью мучаю кошек в общем я в свободное время занимаюсь тем что мне нравится книги я читаю редко в самом слушаю это аудиокниги мотивационные видео это очень сильно заряжает любишь ли ты путешествовать и где ты уже успел побывать путешествовать мне кажется любит каждый вообще не обожаю путешествовать потому что это разряжает это дает выйти из твоей зоны комфорта поэтому путешествовать я люблю бывало я уже вот недавно была в крыму была 2017 году по моему первый раз на море в анапе ну типа мы тогда с технику мы есть или там детский лагерь лагерь в детский лагерь мы там работали отдыхали ну это нормальная тема она везде по моему присутствует я такая думаю первый раз семнадцать лет побывать на море это по моему мечта всех подростков я такая все едем и вот так я первый раз оказалась на море плюс еще была почти в сочи ну не сочи в общем три города с морем я уже посетила а какие-то другие помимо морских городов там может быть москва питер и другие страны может это было страну странах нет а так в москве было как раз туда собираюсь ехать в питере не было но безумно хочу посетить этот город потому что он очень мега красивый все о нем очень хорошо отзываются и после москвы я планирую поехать есть у тебя какая-то любимая книга потому что мотивационная какая-то конечно но опять-таки мечтаю или слушаю в аудио формате и однажды мне мой знакомый посоветовал эту книжку я очень сильно рада потому что я такой ведомый человек в плане мотивации то есть я верю в лучшее верю хорошее и так мне посоветовали вадима зеланда в трансферинг к реальности кстати очень очень клево все доступно понятно вводишь youtube слушаешь но я обычно слушаю на ночь потому что там в голове столько мыслей виду чего очень сложно уснуть вот и это очень крутой писатель всем советую назови пожалуйста свои самые любимые фильмы которые ты смотришь прям топ-5 может быть если честно прям конкретно таких самых любимых фильмов нет потому что я люблю больше комедию потому что в жизни там достаточно серости и хмурости страшилок прошелки вообще терпеть ненавижу не люблю когда мне приглашают в кино и такие пошли на страшилку не 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 только комедия one love forever вот а так вообще люблю сериалы бумажный дом мне кажется все повисли на этом сериале закрытая школа еще давно забытая вот это вот какую музыку ты любишь слушать а кто твой любимый исполнитель если такой рубежную более спокойного либо дипаус какой-нибудь тоже конкретной музыки исполнители нет потому что все хороши все молодцы кто-то мелодичный кто-то техничный у меня в контакте много баллистов я всегда их слушаю по настроению если прям такое драйвовое там есть что-то драйвовое если хочется умиротворения тоже слушаю более но я в общем создавала плейлисты под себя и они в свободном доступе все конечно заходят слушают мне жалко я очень доброе а в чем-то твое мнение смысл жизни для тебя конкретно это достаточно глубокий вопрос вот так кратенько смысл жизни жить наслаждаться выполнять свои цели исполнять свои мечты у каждого конечно смысл жизни свой у кого-то там создать семью стать успешным вообще я хочу построить свою карьеру достичь все свои цели ну вообще смысл жизни жить и наслаждаться потому что не каждый это умеет делать и мне часто задавали допустим постоянно задавали такой вопрос откуда вам не столько позитива и энергии и все временем я начала задумываться а действительно откуда мне столько позитива и энергии просто я умею наслаждаться каждым мелочам даже сейчас вы спрашиваете берете у меня интервью и это это очень круто но не каждого же человека приглашают то есть у нас светит солнышко мы видим мы слышим мы умеем разговаривать это ли не кайф как вы создали свою музыкальную группу долго и упорно создавали и вот в итоге создали поначалу нас не шло наш состав постоянно менялся и и вот наверно только с 2015-2016 где-то так более-менее устаканилось все и мы начали выезжать на фестиваль и выступать я считаю дату создания 2016 год Алексей считает как-то по-другому по моему практически одиннадцатый но там были поиски жанра который сейчас вроде более-менее как-то нашелся было не похоже на то что сейчас происходит сети есть ролик 2012 года когда мы выступали на красной площади на фестивале сок как-то так назывался и у нас был совершенно другой состав я играл на бас-гитаре что там еще было в общем играли совершенно другую музыку и где-то это видео даже есть мне страшно его открывать и смотреть но не существует кто входит состав вашей группы вхожу я нина репетян алексей мамин наш гитарист есть еще вас гитарист эдуард михайлов барабанщик дмитрий свинцов и наш духовик екатерина николаева это электрический формат вообще у нас есть еще в акустическом формате с нами играет контрабасист сергей филипп круто кто из вас сочиняет тексты для песни я как-то происходит у тебя вдохновение у тебя находит происходит всегда по-разному чаще всего какие-то события в жизни сподвигать на то чтобы появляется мысль что я хочу об этом рассказать и приходит идеи текст вообще у меня есть чан такой не знаю знаете что примитивных в общем племенах есть чтобы типа молитвы и у меня есть бубен я придумала песнику для призывания мир новой песни когда мне совершенно полная пустота и не как будто бы нечего сказать и начиная петь эту песню со временем приходит идеи и вот уже тексты о чем песни песни вообще все наши песни чем ну да в целом о том как найти гармонию самим собой и с окружающим миром ну и любви конечно жизни какому музыкального жанру вы относитесь я представляю слово алексею ну и там есть электрогитара поэтому это что-то рок и есть этнические инструменты поэтому это что-то этно и есть независимость не от кого поэтому что-то видимо идея порог но еще у нас есть фанк нам нравится панковый групп так что это индия этно-рок-фанк что-то так на самом деле но будет и мы до сих пор поиск я думаю мы все еще ищем себя и наверное ну есть идеи менять звук в сторону больше электроники как вы думаете расскажите про свои самые масштабные выступления в каких городах выступали мы выступали в основном фестивалях фестивалями в областях мы были на дикой мяте это самый крупный фестиваль который мы были которые были я не знаю сколько точно там человек было 60 тысяч сколько много это фестиваль уровень уровня нашествия немножко другая идеология они больше в этнику наверно дикой мяты они больше не в рок музыку вот это был на наш самый крупный фестиваль вот помимо него в этом году съездили в городской области на арсиста и небольшие фестивали самарской области метафест там сколько человек 15 его небольшой форт назвать будет большой он на сравнении не такой большой были на холмобуде и еще и выше фестиваль у нас был небольшой клуб кстати у нас в принципе знают в казани в нежнем москву и мы играли очень интересное место интересные люди бывшая фабрика бывшая фабрика ничего сейчас заселились творческие люди разных направлений и они там живут и творят у нас там мастерские какие то то есть они делают музыкальные инструменты и что-то еще живут и устраивают там разные движухи вот мы к нему в Москве ездили было очень интересно наш барабайщик любит рассказать историю про куслицу его напоили там чаем после которого он слышал красный цвет это как раз про квалию почему ваша группа называется квалия? ну я выбрал название я прочитала об этом термине и я такая о как это же про нас ну вообще мне в принципе смысл понравился всего этого то есть то что все что мы ощущаем то что мы воспринимаем это все уникально для каждого из нас и что это нельзя передать словами другому а можно только пережить самому поэтому мне эта идея очень понравилась и я заменила в конце поставила букву я чтобы было проще нас искать квалия и сразу вылезаем мы что-то добавить алия? ну это только квалия я а я квалица не знаю интересно то есть будет так какой ваш любимый музыкальный исполнитель в России и в мире? мне нравится Сансей я была на их выступлении на Дикой Мяте и мне очень понравилась атмосфера которую он создает мне кажется она нам очень близка и кстати нам даже рекомендовали отправить наши треки в лейбл Воздух это как раз лейбл Сансей но что там хотя бы и не сделали почему-то вот и считается ли он российским исполнителем? интересно наверное ну в общем еще мне близка группа одно но не знаю верно ничего не знаете мне это из российских исполнителей мне нравятся сиротки а из мировых очень много на самом деле команд мюз кого еще с кем хотим играть у кого на разогрели редко чили пейперс лимбийский тоже наверное все на закате Иван Дорн Иван Дорн Иван Дорн тут у нас типа но он тоже не вполне российский считается Иван Дорн сделал прикольную программу тоже фанк джаз фанк вообще шикарно до них просто на Дикой Менте выступали там там куча народов на сцене там и струнная группа и духовая и там заклавишника и вроде как это не тот Иван Дорн который пел когда-то а это прям прикольный Иван Дорн который фанк настоящий фанк кто ваш любимый писатель и какая ваша любимая книга писатель почему-то мне сразу пришел Булгаков Мастер и Маргарита я не знаю у меня наверное такой ответ это странно но тоже серьезно ты тоже подумаешь ну я просто больше ничего не читал не ну все остальное какое-то такое не сказать что это прям как любимый писатель есть любимый фильм и кинорежиссер любимый фильм и кинорежиссер Тарантино приходит на ум Тарантино Тарантино просто потому что отмороют мне нравится то что он про обучение то есть он говорил что я не ходил учиться да он ходил посмотреть кино там все научился ну и он очень самобытный свое видение есть в этом всего и он не боится делать какие-то смелые штуки эксперименты которые кроме него наверно никто и не решается делать но это вдохновляет он такой бунтарь нам нравится мне нравится не знаю как тоже хочется бунтарствовать а вы что скажете а ты все ты просто мне поддакиваешь ну я тоже хотел сказать Тарантино ты мне переделаешь ну хорошо ну Тарантино вот крутой из-за того что он бунтарь как раз тут что-то нечего сказать ты инцитируешь меня Мед Мороза прикольно в прямом прикольном смысле такой типа делать по-своему и интересный был однажды в Горелуде фильм человек просто сделал фильм про эпоху все отличные ну прям у кого кто еще такой вы такое можете себе позволить что крутой 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 какие у вас планы на будущее по музыке нам нужно очень записать альбом мы несколько лет над ним что мы делаем над ним думаем мы да мы да мы похоже больше теоретики чем практики или нам нужен менеджер в общем если вы смотрите этот фильм и вы обладаете ольфильм это будет фильм почему я сказала фильм ну да телефильм 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 если вы это смотрите и вы обладаете менеджерскими способностями и можете раскачать такую рубрику как Валя менеджер найдись пожалуйста у нас есть все чтобы записать альбом но мы не можем просто как-то сорганизоваться чтобы просто сесть и сделать ну пандемия сильно помешала давайте поищем отмазки давайте мы любим находить отмазки студия закрылась писаться негде да сейчас все усложнилось конечно в этом плане но я надеюсь что нас еще поддерживают люди они скидывают нам деньги на запись альбома и когда мы выступали как раз в субботу на Чебоксары молодости мы к нам подходили люди и говорят где альбом я хочу дать денег и купить альбом где в общем альбом это пункт номер один в наших ближайших планов какой совет вы дадите подрастающему поколению вот как музыкант как музыканты именно подрастающему музыкальному поколению да 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 наверное я посоветую не смотреть ни на что что сейчас в трендах а смотреть в себя что именно ты хочешь сказать что ты хочешь дать этому миру какое видение хочешь привнести и не гоняться за тем что сейчас в топчике типа того наверное компьютерной совет есть некоторое размышление на этот счет где в том-то интересно чем отличаются например российские музыканты от американских российские они как раз смотрят на то что там вышло и пытаются как-то это пение копировать а американских топовых музыкантов на них лежит некоторая ответственность потому что если они возьмут лучшее что уже есть сделать так же тот момент когда он выйдет он может быть никому не нужно и они вынуждены постоянно искать что-то новое и рисковать и кто-то выстреливает а кто-то нет и вот этот поиск он прям прекрасен в России молодое покорение оно тоже ищет теперь уже несколько лет это интересно так что они уже пользуются моим советом так что а вообще еще в качестве дополнительного совета занятие музыкой это очень здоровское заведение друзей в разных городах как Лина Чикар и Лина Чикар находишься с разными людьми и они чаще всего все интересны потому что примерно их придерживают и потом ты оборудовываешь себя с кучей друзей в разных городах это прикольно да и ты так расширяешься как бы вы друг друга обмениваетесь с музыкальными какими-то знаниями навыками мыслями и сейчас такой котел в котором бывает вдохновения я думаю так да всю жизнь в России здоровая не получается просто так кто-нибудь съездит за тысячу километров чтобы потусить ну мы ездим ну бывает в чем смысл жизни в жизни смысл жизни жить я думаю так ну мой смысл я еще так понимаю чисто для себя я поняла что я здесь еще для того чтобы любить людей вот и я в своем творчестве тоже нашел как это свечу выражаю эту любовь к людям ну если что-то пошло то мне кажется что я в жизни есть чтобы всех возражать у тебя отлично получается ну или по крайней мере твоей кнессу радости чтобы было не так скучно у меня есть ощущение настроения ну как-то я какое-то время жил в москве и после школы сразу и московский ритм жизни немножко другой там как-то все крутится постоянно что-то происходит и вот мы вернулись сюда и здесь было такое сколько тищи и мы так хотели что-нибудь как-нибудь раскачать и пошли бегать с противогазом по улице так вы изменили мир этим 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 актом да никак мир вообще не меняется меняешь его особенность а я вижу что мир меняется я вспоминаю девяностые когда вы бегали и смотрю что сейчас происходит и вижу что менялась сейчас можно свободно бегать в противогазах да я думаю сейчас вас не задержат за никаких противогазах ну сейчас мы скажем просто люди хотим бегать в противогазах да ну